Дональд Трамп затеял грязную политическую игру. Бывший президент США призвал республиканцев не голосовать за помощь Украине. Экс-президент США Дональд Трамп призывает однопартийцев отказаться от соглашения между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающего выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Этот ход не говорит о том, что Трамп откровенно против выделения военной помощи Украине. Таким образом, экс-президент Америки хочет в первую очередь подставить действующего президента США. Действия Трампа объясняются его желанием провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года. Трамп не хочет, чтобы Байден одержал победу в области, где он политически уязвим, говорят собеседники. Это не более, чем внутренние разборки в сложной американской политике. Нужно понимать, что электоральные процессы в США, борьба между республиканцами и демократами, между Трампом и Байденом, она обестряется. Но как ни крути, эти заявления Трампа сильно шумят на внешнеполитической арене. Также идет борьба за более, так скажем, центристский республиканский электорат, который не в исторге был, когда Трамп повторно решил заходить на выборы в США. Но в то же время они точно не поддерживают и демократов, и Байдена. В борьбе за электорат Трамп заставил страны НАТО срочно искать новые источники военной помощи. Даже немецкие СМИ сразу выделили заявление Трампа в отдельный блок во время интервью с президентом Зеленским. Я верю, что этого не станет. Я верю, что Европа не останется одна. Здесь вопрос комплексный. Первое, Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансированием. Наверное, если бы вся Европа объединилась, она смогла бы дать достаточную поддержку Украине. Но Соединенные Штаты имеют такое влияние. Когда сигналы не очень позитивные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы. Также был вопрос о возможности завершения войны за одни сутки, о чем неоднократно заявлял Трамп. Зеленский ответил. Я скажу вам честно, если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Дуже счастливым. Что на самом деле задумал Дональд Трамп и кого он сделает счастливым в случае победы на выборах, один из главных вопросов для Америки и не только. Я думаю, что Трамп до выборов, Трамп после выборов, если он станет президентом, это могут быть действительно частично разные Трампы. Скажем, разные подходы в ведении и в публичной коммуникации, в ведении тех или иных дел. Но нужно смириться с тем, что шансы Трампа на победу в выборах довольно большие. То есть нужно понимать, что у Трампа серьезная поддержка. Он мобилизовал свой электорат, ядерный так называемый, который действительно трампизм, как новое такое веяние и республиканской партии, они его воспринимают, им это близко. К этому сценарию Украина, естественно, готовится. В стратегии нашей внешней политики и безопасности определенно нам нужно рассматривать очень разные сценарии и быть готовыми к этим сценариям. И делать все для того, чтобы ошибок не было. Не дремлет также вся Европа. Я скажу больше, что европейские страны, члены НАТО, ключевые из полиции, такие как Берлин, Париж, в первую очередь, они также готовятся к тому, что, возможно, президент будет другой, возможно, это будет Трамп. Неофициальная битва титанов Джо Байдена и Дональда Трампа будет длиться почти целый год, вплоть до президентских выборов. Некоторые, так скажем, слухи были внутри демократической партии, что только из-за того, что Трамп пошел на выборы, Байден решил также повторно блокировать. С другой стороны, еще не факт, что у Трампа получится принять участие в президентской гонке. Ведь, например, группа избирателей штата Колорадо пытается блокировать праймерис для Трампа в регионе, что солидно уменьшает его общие шансы на победу. Это зависит в первую очередь, кто губернатор, какое большинство у республиканцев или у демократов. И идет борьба непосредственно на локальном уровне за влияние и за поддержку. Решение будет принимать Верховный суд. Мы понимаем, что есть электоральная борьба, медийная, есть политические технологии, но в то же время есть и плоскость юридическая. Президентские выборы в США должны состояться в декабре этого года. Украина и украинцы надеются, что любые внутренние споры в США не должны отбиваться на предоставлении военной помощи, без которой победить Путина будет тяжело. Редактор субтитров А.Семкин